Здравствуйте, Людмила Николаевна. Здравствуйте. Спасибо за приглашение, за возможность соприкоснуться с историей, с уникальными судьбами. Расскажите немножко, скажите немножко пару слов о себе, о создании музея и буквально чуть-чуть о представленных экспонатах, которые совершенно уникальны. Этот медведь, потрясающие фотографии и книги собраны здесь. Всё это такая история, и так сложно было собрать это. Спасибо вам за это. Расскажите, как это было. Я немножко о себе. Дело в том, что этот музей, конечно, я не создавала. Я здесь появилась в тот момент, когда уже музей был, и нужно было просто появиться в интерактивном мире. Так как я могла, ну, пользователь компьютера достаточно, свободный владеет, то я помогала вот этим людям, которые намного меня были старше, им, так сказать, себя проявить там, в интернете, чтобы как можно больше людей узнало про их существование, про эту организацию. Как это вообще всё создавалось? Из уст самих создателей я услышала следующее. В начале 90-х наш Петербург был не только бандитским, но создавались общественные организации. В том числе вот эта общественная организация получила каким-то образом здание. И ряд помещений они решили использовать, ну, во-первых, офис, естественно, потом помещение, в котором они встречались, проводили еврейские праздники, шабаты, ханука, там, роша-шана. И в том числе вот это помещение они сделали, ну, такую экспозицию. И красиво её назвали «Музей Холокост». И так это название прижилось, оно существует. Ну, это, конечно, громкое название, но на самом деле, да, это было, может быть, первое место, где можно было встречаться с людьми, рассказывать очевидцам этих событий, другим людям, потомкам, про Холокост. Многие вообще это слово даже впервые слышали. Ну, и вот с этого всё начиналось. Помогали им немцы, потому что вот эти плакаты и фотографии вот этого всего-то, они получили из Германии. Люди другие помогали, которые сохранили каким-то образом вещи, те, что были в гетто, в концлагерях. Да, приносили, да. Скульптор вот этот, Козумовский, Лев Санксонович, он сделал вот эту скульптуру и подарил её. Ну, это я нашел всегда. Красивая, очень глубокая философская работа практически. Когда я стала помогать, немножко народ подзрослел, им немножко стало трудно, я стала помогать им в организации работы музея. И меня потрясло следующее, что они, вот эти вот все книжки, это сейчас можно найти всё в интернете, а в те времена они вот в этих книжках разыскивали сначала материалы про концлагеря, гетты, памятники, которые поставлены на месте расстрела евреев. И каким-то образом добывают эту информацию, они её перепечатывали, переписывали, приклеивали. Сохраняли для себя. Там карандашик, фломастер, следы клея, да. Вот это начало 90-х, это ничего нету, да, вы понимаете? Когда это не было, тогда это вот эти книги, это всё просто. Они добыли вот эту мебель, да, витражи. Да, просто в это время я работала директором школы, я знаю, что такое гвоздь лишний достать. А они сделали музей. С тех времён это уже существовало, не то, что они его 10 лет создавали, они его сделали очень быстро. А вот материалы в этих книжках, они делали, ну, и продолжали даже. Продолжали и вклеивать, и переписывать, и разыскивать. Гадали, всё это, конечно, длилось. И здесь, когда я первый раз пришла, много было самих узников, которые вот этим занимались. В этом помещении, как ни странно, она маленькая, но здесь можно ввести целый класс. Я думаю, очень уютно, когда собираются свои, те, кто понимают друг друга, собратья, можно сказать, действительно, те, кто остались и помнят это. Близкие люди, родные, можно сказать, одна семья. Ну, конечно, они одна семья, они все друг друга знают. Но здесь очень много людей уже известных. Когда мы, у нас был такой проект, создавали, обучали из очевидцев этих страшных событий Холокоста, создавали экскурсоводов, обучали их. У нас было несколько семинаров вот в этом помещении. Сами люди уникальные, с уникальными историями. И они проводили экскурсии в музей и также на выездах. Например, нас часто приглашают в школы, библиотеки. Это всё есть в интернете. Какие интересные проекты. То есть не только собирались. Это уже дом, можно сказать. Так вот у нас союзи писателей. И обучение. И всё здесь. Здесь, я думаю, что действительно, в принципе, не такая маленькая комнатка. Это целая вселенная, в которой можно всё... Вы абсолютно правы, да. Возможно, всё, да. И здесь часто встречались те люди, которые уже известны во всём мире. Вот я держу книжку, не просто так. Скажите немножко, да. Это Маша Ролинекайте. Это наша Анна Франк. И она состояла в этой организации. У неё несколько книг написано. Очень много переведено на другие языки. Какие глубокие, умные глаза. Много пережившие, осмысляющие всё уже. И в то же время позитивное, светлое лицо. Это помогало выживать, конечно. Очень умная, интеллигентная женщина. Вообще интересная. Я с ней общалась, конечно, не так много, но успела пообщаться. И мне это приятно. Там вот на стенде есть Елена Аскаревна Драбкина. Она врачом там фотографии. А ещё есть фотография, она с автоматом. Она была в партизанских лесах вместе с руководителем этой организации. Павлом Марковичем и Рубинчиком. Тут вот три партизана ещё, Рита Каждан, крупная фотография. А вот фотографии посвящены белорусским партизанам. И там посередине это Зорин, командир отряда, в котором Павел Маркович был партизанем, воевал. Как хорошо, что есть эти фотографии. Да. Тогда с фотографиями не так было. Вот именно. Как уж они достали, я даже не знаю. И когда мы обучали вот этих экскурсоводов, мы поехали в Москву. Открылся недавно вот этот еврейский центр, центр толерантности, совершенно уникальный современный музей, очень интересный. И вот мы входим в один из залов, поворачиваемся, и крупная фотография Елены Аскариной с автоматом. У нас она маленькая, а там вот таких больших размеров. Поворачиваемся на другую стену, а там Маша Рольника это говорит. Как это приятно. Да, с экрана. То есть там их, да, узники, члены их общества, видите, они там оказались в этом музее. И вот эти экскурсоводы их увидели. А сами экскурсоводы, они там настолько уникальны, про них можно очень долго рассказывать, но только одну историю расскажу. Мы пришли на конференцию в АПО, это Академия постдипломного образования учителей. Там была конференция, посвященная, ну, теме Холокосты. Говорили про учебники, про книги. И Тлоткин, автор одной из книг про Холокост, он говорит, что вот так и так есть такая история, что якобы эта семья спаслась, единственная в Пушкине. А перед этим он рассказал, что перед Екатериевским дворцом собрались, это был первый Холокост, вот вблизи Санкт-Петербурга, тогда Ленинграды расстреляли. А я уже про это знала. И на первом ряду сидит выжившая вот эта девочка, эта семья, да. Вот они это слушают, и как, насколько... И одна семья там действительно спаслась. И эта история сейчас известна, вот, и она живая, и вот она одна из наших общественных деятелей, экскурсоводов этого музея. То есть я хочу сказать, что этот музей уникален не только, может быть, это просто фотографии. Уже они не настолько уникальны, они уже все есть в интернете. Уникальность в том, что сами очевидцы всех этих событий, пережившие Холокост, сделали вот эту великолепную экспозицию. Мало того, что они доносили до других людей, до детей, к нам кто только не приходил. И муниципальное образование Синое, и Центр реабилитации инвалидов. Школы, вот так как я здесь стала уже координатором, то я подключила не только еврейские школы. Здесь уже перебывала очень много школ. Я думаю, что всем эта тема интересна. Это вообще тема, мне кажется, тема человечества должна быть затронута. То есть любая нация должна задуматься в зависимости от даже оплость веры, религии и так далее. Мне кажется, это должно волновать каждого человека, если он здравомыслящий. Потому что самое страшное, когда это происходит снова, вот эта вот ненависть, и уроки не пройдены, и все это повторяется. И новые жертвы, и новые мишки остаются вот так сиротливо сидеть. Расскажите немножко, Скрипнула Николаевна, пожалуйста, про этого потрясающего медведя, который так оценил, и чуть не сплотнула моя маленькая... Понимаете, здесь про каждый объект очень сложно рассказывать. Это привезла одна из семей еврейских, их родственники. Как они этого мишку сохранили, я даже не знаю, потому что, ну, вот эта Рива, у которой вы были вчера, она была ребенком совсем там, как вот ваша маленькая дочка. Может быть, они что-то не осознавали, но она впервые, когда ее пригласили на очередной юбилей, и она впервые увидела, что в бараке есть окна наверху. То есть они ходили, опустив глаза, им вообще ничего нельзя было, не говорить, не жаловаться, не болеть. Я не рассказывала, это ужасно просто совершенно, когда действительно вот даже нельзя понять голову, это настолько просто задавлено, когда ты не видишь, до сегодняшнего даже куска, не знаю, неба. Поэтому здесь любая вещь, которая тут лежит... Если бы маленькую хозяйку увели там, да, улыбаться... Это страшные, да, вещи, просто даже тяжело рассказывать. Любая вот здесь вещь, она уже уникальна тем, что она тоже есть. Как она сохранилась, это трудно представить, потому что вырывали буквально все. Да, это же такие действительно... А если ты не отдашь, то и тебя вместе с Мишкой вырвут и уничтожат. Людмила Николаевна, расскажите, пожалуйста, немножко о прекрасном мальчике, потому что это такое какое-то потрясающее мгновение. И все-таки, насколько я знаю, он остался жив. Ну, обычно вот сравнивают эти две фотографии под названием «Разное детство». Тут тоже, понимаете, не хватает слов, чтобы даже говорить про эти две фотографии. Это не люди, это ничтожество, которые могли вот оружие наставить на ребенка. И рядом вот такой, у которого с одного я... Он остался, он остался, видимо. Жив, то есть они решили поиздеваться, насколько я знаю, и запечатлеть ребенка перед расстрелом. Вот. И были полностью уверены в том, что вот как действительно издеваться вот такое, зачем ты убиваешь, но еще и снимать вот это, что вообще это верх цинизма. И в то же время каким-то образом он остался жив. Вот как это получилось, что он избежал? Я сейчас не могу даже сказать, как это. Он остался жив все-таки, да, этот потрясающий действительно ребенок. Без таких историй, вот с детьми тяжелых, ну вот, пожалуйста, Яна Шкорча, который пытался спасти, вернее, как спасти детей, он оставался с ними до конца, тем самым он их спасал. Ему предложили даже, насколько я знаю, ему предложили, да, не въехать вместе, да, не быть в каждой камере, но он не смог вместе с помощницей. Это действительно настоящие герои были, альтруисты, которые не бросили своих детей. Вот потрясающая Анна Франк, которая вела свои дневники, несмотря ни на что, и это совершенно уникальное воспоминание. Вот поэтому Маша Рольника, это и зовут Анна Франк, потому что она действительно успевала записывать все это. И таких очень много было детей, вот примерно в таком возрасте, которые, с одной стороны, они взрослели, им хотелось и любить, и ощущать жизнь, а им приходилось в каждый раз где-то прятаться. Они были как будто в клетках, как будто заморожены. И прятать свои дневники некоторым, приходилось и это делать. Как хорошо, что они вели их, это уже было огромное мужество. В то время, если бы они шли, грозило бы, конечно, смерть им, их близким. И такие дети, это просто действительно светлое, прекрасное чудо, что они были, что они это все оставили для нас, в нашей памяти. И ваш музей так же этим уникальным, что за живые доказательства и остатки даже тех, кто погиб, этих несчастных детей, их игрушки до сих пор сиротливы, глядя своим печальными глазками, вот Мариша сразу его как-то полюбила, что он такой вот заброшенный, как будто вспоминает свою маленькую хозяйку. Но слава богу, что действительно история заканчивалась хорошо. Многие детки избегали такого наказания. Я когда была в Минске, история узнала, что девочка одна просто спряталась в погребе. И ее там была девочка и мальчик, но не заметили. Слава богу, это была единственная, наверное, девушка, которую они сожгли. Остальных в сарае, это их, например, журналистка, то есть она это исследовала, лунецкую память написала, написала там книжку. Все, всех остальных сожгли. Она вот как вот успела, хитрилась там, что-то не знала уже точно, что там будет делать, но она спряталась на всякий случай. И еще не вышла. Я очень долго думала по ее тем и плакала, выйти или нет, потому что слышала, что там, вот поняла, я же не помогу ничем. Ну и хотя бы это потом расскажу. Вот в этом вот. Спасибо вам, я еще тогда, одну секундочку. Здесь тоже есть один известный художник, кстати, работал в Монетном дворе и рисовал купюры. Вот некоторые наши, которые были, естественно, в обиходе. Так вот, этот Леонид Симоновский, он жив, художник, великолепный писатель, и мне он подарил книгу, и вот меня прямо вот за сердце берет один, и он ее иллюстрировал еще. Такой момент, когда мама, зная, что завтра придут за евреями, она берет ребенка за руку, ему нет еще семи лет, он совсем маленький, и отправляет его в лес через поле ночью. Представляете? Ничего себе, да. Отправляет, чтобы он спасся. в неизвестных, в какой-то лес, куда-то он, и вот дальше он описывает свою жизнь. Потрясающая женщина, невероятная просто. И она спасла ему жизнь. Но вот из всей этой книги меня вот зацепил этот момент. Это есть, то есть такой рассказ, да, остался. Целая книга, да. У него целая книга. Леонид Симоновский, он писатель и художник великолепный. Совершенно. Перестань сюда, судьба, и он стал еще и художником, а остальные, кто остался, естественно, наверное, не спаслись, как это часто бывало, но она спасла хотя бы его, понимая, что, скорее всего, ничего хорошего их не ждет. С приходом. Да, и так, и подвиги, если это подвигом делали родители очень часто. Для мамы я представляю, вот как отправить своего ребенка в лес, мало ли что, там все-таки маленький, ну что, господи, в семье еще он особо, там осознает ночью, но это настолько, действительно, должна быть какая-то все равно надежда, вера, на проведение, на Бога, и лучшее, все равно, чем точно, вот точно смерть. Хоть какая-то слабая надежда, это потрясающе, действительно, сердце мамы. Спасибо, дорогая Людмила Николаевна, за потрясающий рассказ, это уникальный музей, слава Богу, что он есть, я очень люблю вас, ваш музей, я здесь не первый раз уже, вот, и с Людмилой Федоровой разговаривали, и каждый раз это совершенно интересные, невероятные встречи, и дай Бог ему процветания, я думаю, что мы будем все больше и больше, да, рассказывать об этом, делать книжки, потому что наши детки, внуки, должны знать это все, и желательно, чтобы знали не только наши дети, внуки, а чтобы это знал весь мир, и поменьше было ненависти, воин, всего вот этого, что порождает, потом ужасные последствия и миллионы смерти. Спасибо вам. Спасибо.